История нас учит тому, что ничему не учит. В истории мы черпаем силы, вдохновение у выдающихся людей. Недавно покинул эту землю Инград Кампрат, создатель Икеи. История этого предпринимателя, на мой взгляд, перевернула представление о бизнесе. Во-первых, с нуля, как мы любим. Я хочу, чтобы зрители вашего канала обратили внимание на одну очень важную цифру. 76% богатых людей в мире стартовали с нуля. Из четырех богатейших людей, трое, как Кампрат, как Гарвард Шульц, как Стив Джобс, с нуля. То есть, если у вас нет денег, это хорошо. Вы попадаете в 76%. Удивительная компания. Понять, в чем ее принципиальные отличия. Опять мы говорим, а какая главная идея? И вот, чтобы понять, насколько важна главная идея, я приведу один пример из жизни этой компании. Икея уже стала миллиардным бизнесом. Естественно, обратила на себя внимание огромного количества инвесторов, огромного количества людей, которые продают мебель там или что-то похожее товар. И одна американская компания решила скопировать все, что делает Икея, и перенести это на американский огромный рынок. Ну, понятно, что рынок Америки самый большой сейчас в мире, а тогда это был просто огромный. Там 51% всего, что производилось в мире, продавалось в Америке. И логика была этих людей очень простая. Кампрат все сделал, Икея уже есть, работает, модель готова. Мы сейчас нанимаем там каких-нибудь консультантов, посылаем их туда. Они все фотографируют, измеряют, взвешивают, хронометрируют. Ну, несложно же, правда? И они скопировали абсолютно все. С математической точностью. Ну, казалось бы, работающая модель. Все, но несложно. Секундомер там, карандаш, калькулятор. Даже Икея дрогнула. Они поняли, что в принципе, они еще не успели американский рынок завоевать, что в принципе там сейчас появится какая-то колоссальная сеть. Они даже дрогнули и купили 15% от этой будущей сети. Вложили миллиарды долларов, результат ноль. Почему? А потому что они и скопировали дух, который заложил Кампрат. А его идея, мы работаем для бедных людей. Мы жить должны, как они. Поэтому, обладая состоянием десятки миллиардов долларов, он летал эконом-классом всегда. А офис это просто загородка какая-то, да, небольшая, даже без своего кабинета у него. Когда над ними все всегда смеются, над работниками Икеи. Почему? Ну, в Англии там же дорогие гостиницы. А им выдают какую-то маленькую сумму, смешную. И когда босс, какой-нибудь топ-менеджер, да, Икеи приезжает в Англию, он за эти деньги, которые ему выделяет компания, может поселиться только на дешевом студенческом кампусе. Вот давайте представим, босс компании какой-нибудь американской, да, там чартер, самолет это обязательно, обязательно какой-нибудь десятизвездочный отель, обязательно переговорка какая-то, ну, то есть какой-нибудь, ну, не меньше, чем Ридскартен, да. И вот они все скопировали, но они не скопировали дух, ценность, которую вложил Кампрод своим личным отношением. А создать дух компании можно только личным примером, личным образом жизни, и вот так, как это вел Кампрод. Поэтому идея вся провалилась. Опять же, вот моя любимая тема, что сегодня не хватает многим предпринимателям, ребятам. Они талантливые, они очень сильные, они трудолюбивые, амбициозные, но они не всегда видят суть, да, вот нужно всегда обратить внимание на сверхидеи. Вот в чем идея компании, в чем ее фишка, да, и когда ты это понимаешь, конечно, ты сделаешь меньше ошибок. Ошибок будет много, но ты их сделаешь намного меньше. И вот недавно этот замечательный парень ушел из жизни. Воспринимается почему-то меня как молодой человек. Ну, наверное, потому что студенческие кампусы, эконом-класс, эконом-класс. Я не сторонник экономии такой, честно скажу. Я больше, ну, считаю, что какая-то роскошь должна быть, но в пределах разумного. Но идея этого великого человека, она жила не в технологии полокологистики, а в головах и сердцах его сотрудников. И это бесценно. Ребята, хочу порекомендовать книгу вам. Я сейчас прочитаю ее, да? Эта книга сэкономит вам огромные деньги, огромное просто время, огромное количество ресурсов и нервы. Сначала разрушь все правила. Почему я рекомендую эту книгу? Это уникальная библия управления людьми. Дело в том, что институт Гэллопа, это такая планетарная, ну, кто знает, система, которая может делать одновременно опросы сотен тысяч людей. И вот они задались, эти ребята, вопросом, да, чем хорошая компания, развивающаяся, отличается от плохой. Они брали хороший магазин, плохой, прекрасные отели, убыточные отели. То есть они брали из одной категории бизнесы, процветающие, развивающиеся и умирающие. И при помощи своего инструментария сравнивали. И они сделали колоссальное количество открытий. Ну, например, как предприниматели, вы обязаны знать совершенно другую пирамиду ценностей. Ну, все, Маслову, Маслову ценность, вот треугольничек, да? В этой книге вы поймете, что это другая совершенно шкала ценностей, да? То есть эта книга вам сэкономит годы жизни, миллионы долларов, и позволит управлять так людьми, как еще никто не управлял. Поэтому рекомендую, ребята, эту книгу. И огромная благодарность French TV. Редактор субтитров А.Семкин